Всем привет! Уже много лет я не знаю, что такое фитофтора на томатах. И сегодня я расскажу, как не допустить эту опасную болезнь на свой огород и в теплицу, а также расскажу о том, как ее побороть, если все же болезнь появилась, как спасти еще оставшийся урожай. С фитофторой сталкивался, пожалуй, каждый огородник, и распознать ее довольно легко. Вначале на листьях появляются темные водянистые пятна, затем они переходят на стебель и на плоды. И если никак не бороться с этим заболеванием, то весь урожай теряется. Все портится, поражается этим заболеванием, и приходится вырывать кусты, выбрасывать все это на помойку. И, конечно же, такого допускать нельзя. Нужно обязательно делать профилактические меры и соблюдать важные условия. Итак, начнем с профилактики. Чтобы у вас не было фитофторы, если у вас, например, такой участок в низине находится, неблагоприятные условия, постоянно какие-то туманы, то, конечно, выбирайте раннеспелые сорта. Они успевают отдать урожай до наступления пика развития этого заболевания. Как правило, это вторая половина лета. Из ранних сортов для открытого грунта и для теплицы подходят такие сорта, как кроха, монгольский карлик, сорт бенетон, а также де барау. Хотя де барау и не ранний сорт, но он крайне устойчив к этому заболеванию. Поэтому без проблем высаживайте такие сорта, и они успевают отдавать ранний урожай, а также более устойчивы к этому заболеванию. Ну, например, если у вас теплица, хочется выращивать различные сорта, и более поздние, и более ранние, высокорослые, которые отличаются размером плодов, вкусом плодов. Но, тем не менее, как и в теплице, так и в открытом грунте от фитофторы никто не застрахован. И это заболевание с легкостью при благоприятных факторах проникает везде. Абсолютно устойчивых сортов и гибрид автоматов к фитофторе не существует. Есть только лишь один мне известный гибрид, который более-менее устойчив к фитофторе. Это гибрид Crimson Crush. Этот гибрид, по-моему, американской селекции. У нас он очень стоит дорого. Там в пакетике буквально 5 семян из какие-то базнословные деньги. Но, тем не менее, этот сорт, с одной стороны, устойчив к фитофторе, но к ладоспориозу этот сорт абсолютно неустойчив и может поражаться вот этим заболеванием. Второе условие, чтобы фитофтор у вас не возникло, это место посадки. Выбор правильного места. Если вы высаживаете томаты где-то в низине, в тени, делаете очень плотные, густые посадки, которые не продуваются ветром, которые плохо освещаются солнцем, то, естественно, фитофтора у вас может легко появиться. Для посадки томатов выбирайте максимально хорошо освещенное солнцем место, а также хорошо продуваемое ветром. Не высаживайте томаты где-то под деревьями, в низинах каких-то, где есть риск подтопления, переуложнения грунта. Выбирайте правильные участки, и тогда риск возникновения фитофторы гораздо и гораздо ниже. Еще один момент. Если у вас на участке растет картофель, то томаты старайтесь высаживать от картофеля как можно и можно дальше, потому что в первую очередь фитофторой поражается картофель, а затем заболевание уже переходит на томаты. Не высаживайте также томаты после картофеля, потому что вероятность того, что они заболеют фитофторой, очень и очень высока. Третье условие – это профилактика фитофторы. Для профилактических обработок лучше всего применять биопрепараты. Например, биопрепарат на основе сенной палочки. Сенная палочка проникает в само растение, в ткани растений, поселяется в прикорневой зоне и помогает справиться с фитофторозом, не дает распространиться вот этому опасному заболеванию. А еще сенная палочка улучшает питание куста. Она перерабатывает ту же органику в почве, и растение быстрее развивается, быстрее накапливается сахара, быстрее растет, и урожай получается гораздо и гораздо выше. Но несмотря на все меры профилактики, заболевание может появиться, несмотря на какие-либо обработки и профилактические меры. Если так случилось, что заболевание проявилось на листьях, то никакие уже биопрепараты, к сожалению, могут и не помочь. Особенно если на улице благоприятные погодные условия, а это высокая влажность и низкая температура. Например, когда идут затяжные дожди. Да и обработки вот этими препаратами невозможно никак провести, разве что в теплице. Что делать в этом случае? Нужно дождаться устойчивой сухой погоды, чтобы не было хотя бы один день дождя. Обязательно нужно удалить все пораженные части растений. Удалить пораженные листья с пятнами, удалить плоды, если они уже поразились, а также вырезать какие-либо стебли на томатах. То есть один стебель может поразиться, значит полностью его вырезаем и выбрасываем. Потому что такие стебли уже никак не восстановятся. Заболевание будет дальше и дальше распространяться по стеблю, пока весь вкус не поразится. Для обработок томатов от витофтора в этом случае, это уже лечебные обработки будут, нужно использовать в первую очередь различные медсодержащие фунгициды. Например, это может быть обычный однопроцентный азофос, который самый дешевый продается там в любом магазине. Это могут быть препараты Пенкоцеп, Строби, Ревус и другие препараты. Но проводя ими обработки, все-таки учитывайте сроки ожидания. Потому что урожай, определенный срок, нельзя употреблять в пищу. Но проходит, например, неделя, пять дней, в зависимости от препарата, и урожай вполне уже съедобен. То есть там никаких остаточных веществ нет. Помыли помидорку и можете употреблять в пищу. У многих блогеров можно найти информацию по поводу борьбы с фитофторой различными народными способами. Но я скажу так, что они практически в своем большинстве малоэффективны. Вот, например, обычный способ, который так распиарен в сети интернет. Это взять молочную сыворотку, добавить там несколько капель йода и обрабатывать томаты по листу. Никакой фитофторы не будет. Но скажу так, что для профилактики таким способом можно пользоваться. Но я не понимаю и не поддерживаю добавление йода в этот раствор. Потому что этот раствор должен действовать по такому принципу. Из сыворотки кисломолочные бактерии попадают на листья. Возникает конкурентная среда. И вот эти молочнокислые бактерии не дают развиваться фитопатогенным микроорганизмам. Фитофтория в том числе. Но если добавить в этот раствор йод, то йод может угнетать развитие вот этих полезных кисломолочных бактерий. Поэтому, если вы хотите пользоваться такими народными способами, то используйте просто молочную сыворотку. Не нужно туда добавлять никакого йода. Он попросту ничем вам не поможет. Так, еще один важный момент. Что случается так, что томаты сами излечиваются от фитофторы. Действительно, такие случаи бывают. А происходит это тогда, когда на улице была неблагоприятная погода, и фитофтора развивалась. А затем наступила жара, засуха. И естественно, в таких вот условиях, когда сухо, жарко, фитофтора не распространяется, не развивается. Она тормозится в развитии. И, конечно, те растения, которые не успели поразиться фитофторой, не в значительной степени пострадали. Они продолжают рост. Отрастают боковые пасынки, и на них уже формируется урожай. Такие случаи есть. Но это, скорее всего, исключение, чем закономерность. Но в том случае, если у вас кусты поразились фитофторой полностью, уже потемнели стебли, потемнели листья, но, например, осталась часть зеленых плодов, еще на них нет пятен, то тогда уже кусты спасать нет смысла. Все равно они будут продолжать болеть и поразятся и плоды. Поэтому срочно снимайте эти зеленые плоды и помещайте их в коробки, засыпайте и отправляйте на дозаривание. В коробках они постепенно дозреют, и затем их можно употреблять в пищу. В конце лета обязательно смотрите на свои томаты, заходите в теплицу почаще, обращайте внимание на их здоровье, замечайте, где какие пятнышки есть. Если где-то что-то появилось, скорее приступайте к лечению, чтобы не допустить это опасное заболевание в свою теплицу и остаться с урожаем. На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч!